Русские новости И очень интересно, что это более существенная новость, чем 150 лет российскому императорскому историческому обществу. Там господин Нарышкин решил, председатель Государственной Думы, мелькнуть своим лицом. Но это менее важно, чем Шаевич со своей синагогой. Вот Нарышкин, один из претендентов, человек в футляре, который не способен сформулировать вообще ни одной задачи, ни одного тезиса, не способен разговаривать с людьми. Такой вот человек без лица или человек с лицом, застывшим уже в мраморе. Видимо, он так себя и считает, он уже в мраморе сам себя отлил мысленно, осталось ему только занять президентское кресло. Следующий, кто появляется? Появляется у нас господин Иванов на книжной ярмарке. Книжная ярмарка устраивается специально для него на Красной площади. Народу никого, народ ничего не читает. Что нам показывают по телевидению из этой ярмарки? Удмуртские сказки, пожалуйста. Это вот так всех нас интересует, просто невозможно. Якобы Россия продолжает быть читающей страной. Она уже не читающая, вообще не читающая. В грудах мусора последние интеллектуалы роются, пытаются найти что-то приличное. Остальные, если и читают, то всякую вредоносную литературу, Кунина, Донцову и прочих авторов, которых читать не следует. Русская классическая литература уже давно в загоне, показывает какие-нибудь пошлости вроде зарубежного фильма по мотивам войны и мира. Совершенно пасквильный фильм, смотреть его абсолютно невозможно. Ну вот, видимо, на этом уровне находится и глава администрации президента, господин Иванов, которому надо было физиономию свою показать, всунуть в телеэкран. И повод нашли специально для него, ярмарка, потом показали панораму на Красной площади, никого. Я думаю, что даже оцепление выставили, чтобы лишних людей вблизи зубцов не появилось. Вдруг что? Ну, у них же вдруг что, поэтому и национальная гвардия, и полиция зверствует, и все прочее. То есть у них исключительно аппарат подавления работает, больше ничего. Ничего у них не работает, кроме аппарата подавления, и тот работает противозаконно. Поэтому они все время придумывают закон, какой бы такой закон, чтобы облегчить террористическую деятельность так называемой правоохранительной, на самом деле праворазрушительной системы. И, наконец, в Сколково появляется первый вице-премьер Шувалов. Ну, ворюга, где клейма негде ставить, но такой вид у него псевдоинтеллектуальный, с тонким носиком, с тонким профилем. И вот он в Сколково, якобы он хоть что-нибудь понимает, вообще в естественных науках никогда ими не занимался. И вот человек появился, тоже, видимо, специально для него, такой Шанхайчик разбили. В Сколково, ну, такой считается центр вообще всей науки, вся наука в России умерла, остался только вот этот новодел Сколково. И там устроили, из бруса построили такие навесы, и под навесами выставили там некоторых изобретателей. К изобретателям никаких претензий, ну, по всем видимости, там давку устроили, якобы там молодежный форум какой-то. А давку устроили, такое впечатление, что набрали гастарбайтеров специально, чтобы они толпились за плечами у Шувалова. Ясно, что из этого не выйдет ничего, пустое место. Если о науке надо отчитываться, надо отчитываться результатами, результатами, важными публикациями, открытиями, достижениями крупных научных коллективов. Где все это? Да ничего от этого не осталось. В прошлый раз мы говорили о космосе. Если перечислить количество аварийных запусков, начиная, скажем, с 2011 года, якобы какой-то перелом, там деньги начали поступать и так далее, да ничего нет. Если деньги вначале поступили, кто-то воодушевился, то весь этот оптимизм давно улетучился, потому что уже и денег нет, и количество катастроф просто неимоверное. И воровство чудовищное. Ну, бегло про достижения, так называемые, в космосе. В марте 2001 года затоплена космическая станция «Мир», затопил Путин. Надо всем об этом помнить, все, кто занимается космосом или восхваляет космические успехи новой эры, космические успехи современной России. Путин уничтожил нашу станцию «Мир», которая могла еще, по мнению многих специалистов высшего класса, продолжать нашу русскую космическую программу. В 2007 году из-за отказа рулевых машин второй ступени упал «Протон-М» с японским спутником связи. В декабре 2010 года сразу три спутника системы ГЛОНАСС, не выведенные на орбиту, затонули в океане. ГЛОНАСС известен, это аналог GPRS для определения точки, где вы находитесь, по телефону или каким-то там еще специальным устройствам. В феврале 2011 года не вышел на связь геодетический космический аппарат «Рокот» военное назначение с секретным военным спутником Гео-ИК-2. В августе 2011 года потерян телекоммуникационный аппарат «Экспресс-АМ-4» и грузовой корабль «Прогресс». В ноябре 2011 года неудача «Фобос-Грунт». В декабре 2011 года потерян спутник «Меридиант». В августе 2012 года неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД-2» и «Телеком-3». В 2013 году завершился аварий запуск ракет-носителя «Зенит-3СЛ» с американским спутником «Интел-127». В мае 2014 очередной запуск ракет-носителя «Протон-М», осуществленный из космодроба «Бальконур» в ночь на 16 мая, завершился неудачей. В 2015 году транспортный космический корабль «Прогресс-М-27» сгорел в плотных слоях атмосферы с провизией, кислородом и посылками для экипажа МКС. Всего же с 2010 года было 11 аварий отечественных ракет-носителей и 177 запусков. За это же время из 97 ракет, запущенных в США, аварии потерпели только две. Такое же количество аварий было у Китая. Общее количество пусков 85. То есть на самом деле катастрофа приближается, она неизбежна, потому что потеряны кадры, потеряна научная база, потеряна технологическая база. Все идет к логическому концу, к завершению космической программы, а также и всех остальных программ. Погибает космос вместе со страной. Не может быть такого, чтобы космос был успешен, а страна загибалась. Они все вместе загибают нашу страну. Но свои физиономии показывают и восторженные бабки, и восторженные очумелые люди, которые привыкли смотреть телевизор. Думают, умиляются. Ах, какие же они милые. Ну, вполне по гоголевским типам. Какой же он миленький. Там за Чичиковым подсматривали барышни уездные и говорили. Ах, какой он милый. Вот эти тоже такие. Все такие милые, все улыбающиеся, хорошо причесанные, в хороших костюмах. А стране конец. А стране конец. Ну, когда-нибудь основная масса людей это скажет вслух, не станет таиться, а выйдет на площади и скажет, пошли все вон. Вот если мы наберем эту массу, если начнут говорить каждый день, пошел вон, я думаю, что все состоится. Несмотря на всесильный этот аппарат подавления, вполне уже масштабов сталинских или, можно уже сказать, масштабов гражданской войны. Против нас ведется война. Мы-то в ней не участвуем, но они-то ее организовали. Ну, в кавычках гражданская, потому что где же эти граждане, которые якобы воюют между собой? Они не воюют между собой. Против граждан воюет нынешний самозваный режим Путина. Ну, вот одна радость, наверное, уже новость такая не совсем свежая, но, тем не менее, я считаю, что нужна ее. Как-то вот она у меня не вошла в предыдущие выпуски. Марин Лепен. Вот где-то во Франции подходят национальные силы к тому, чтобы взять власть. Вопрос, дадут ли им, еще пока открыт. Марин Лепен говорит, Европа обязана всецело поддержать Россию в украинском вопросе по двум причинам. Мы все должны признать право на воссоединение великого русского народа, проживающего как в России, так и по левую сторону Днепра. С другой стороны, захватившая власть в этой стране национальная группа восточных славян, бывших подданных Габсбургов, заявляет о своем желании вхождения в Европу. Должна заметить, что одно дело мирное проживание и крестьянский труд в Габсбургской Австрии, а другое дело, если эти бескультурные дикие толпы наркоманов, клошаров и проституток, жаждущих крови, ворвутся в города Западной Европы. Этого мы допустить не можем и ни при каких обстоятельствах. Как ведут себя эти люди и что из себя представляют, мы отлично видели на кадрах избиения кандидатов президента Царева с раздеванием его и кражей, с последующими демонстрацией его нижнего белья, на кадрах истязания муниципального прокурора и на кадрах становления на колени губернаторов. Мы не хотим, чтобы центральные площади наших городов превратились в внешне центральную площадь Киева. Этого мы не допустим. Понятно, что здесь Липен использует также Путина для того, чтобы продвигаться к власти. Его популярность на Западе, его якобы антиамериканскую позицию, тоже доказано на Западе, якобы Путин имеет антиамериканскую позицию. На самом деле, самый проамериканский президент, наверное, из всех, даже если сравнивать с европейскими лидерами, больший вред своей собственной стране и большего прогибания под Соединенные Штаты не допускает никто. Я думаю, только один Путин готов сдавать вообще все. Причем делать вид, что на самом деле он другой. Как-то на Западе политики до такой степени лукавства не опускаются, до такой степени низости не опускаются. Политика везде использует инструменты, скажем так, не весьма чистоплотные. И Марина Липен тоже пользуется в определенной степени. Она сказала истинную правду, абсолютную правду, но в расчете на то, что будет получать какую-то поддержку от симпатизирующих на Западе Путину кругов. Тем не менее, ее слова о русском народе весьма важны для нас. Мы ищем союза именно с такими политиками, которые видят русский народ, а не каких-то там укров или русов-самозванцев. Еще раз вернусь к этому вопросу. Тут мне пара, извините, придурков начали рассказывать, что они великорусы, значит они русы. Нет, либо вы великорусы, либо русы. Потому что у нас сейчас отречение от русского имени, этот Иудин грех, стал проявляться довольно часто. Первыми, кстати, этим занялись казаки, которые стали говорить, ну часть, конечно, я надеюсь, что эта часть небольшая, которые стали говорить, нет, мы отдельный народ. Вот русские, это русские, а мы казаки. Ну если так, тогда пошли вы все куда подальше. Значит вы нам абсолютно чужие люди, вы там на уровне всяких других народов и даже не коренных. Потому что в коренной России никакого народа казаков не было, была часть русского народа. Так же как украинцы и белорусы, это часть русского народа. Да, есть племенное разделение, которое по статистике писалось великорусы, там малорусы, белорусы, казаки тоже писалось. Но если казаки или кто-нибудь из вышеперечисленных объявляет, мы не русские, а мы там скажем белорусы, или мы не русские, мы украинцы, мы укры, ну и гуляйте тогда куда подальше. Мы тогда к вам относимся как к совершенно чужим людям, да даже не хуже значительно, значительно хуже, потому что вы отреклись от родовых обязательств, обязательства верности своему роду. Если человек сегодня называет себя рус и противоставляет себя русским, значит он иуда, значит ему место среди предателей иуд. И я с такими людьми, лично я, вообще общаться не желаю. Если возникло где-то племя русы, и вот они так себя называют, то это племя иуд. Я так их и буду называть. Что укры, что русы, что иуды, это все одно и то же. Племя иуд. Но вернемся к тому, что происходит в России. Здесь вот мне попался перечень промышленных объектов, которые закрылись. И вот говорят, что там Путин построил, ничего не построил, вообще ничего. То есть сейчас можно сказать спасибо Путину, дожрали советское наследство. От него не осталось практически ничего. Завод Москвича ЗЛК построен в 30-м, закрыт в 2010-м. Завод Красный Пролетарий построен в 1857-м, закрыт в 2010-м. Ижевский мотоциклетный завод построен в 28-м, закрыт в 2009-м. Ирбитский мотоциклетный завод Урал построен в 41-м. В настоящее время в Коме, пишет автор, который это все собирал, эти данные. Павловский инструментальный завод построен в 1820-м, погиб в 2011-м. Завод Рекорд построен в 1957-м, закрыт в 1996-м. Липецкий тракторный завод построен в 43-м, закрыт в 2009-м. Алтайский тракторный завод Рубцовск построен в 42-м году, закрыт в 2010-м. Судостроительный завод Авангард Петрозаводск построен в 39-м, закрыт в 2010-м. Судоремонтный завод Дальзавод Владивосток построен в 1895, закрыт в 2009 Радиозавод производства медведения ВЕГА, Берц, Новосибирская область построен в 1946, закрыт в 1999 Саратовский авиационный завод построен в 1931, закрыт в 2010 Челябинский часовой завод Молния построен в 1947, закрыт в 2009 Углический часовой завод Чайка построен в 1938, закрыт в 2009 Пензенский часовой завод Заря построен в 1935, закрыт в 1999 Второй московский часовой завод Слава построен в 1924, закрыт в 2006 Чистопольский часовой завод Восток построен в 1941, закрыт в 2010 Московский станкостроительный завод имени Орджоникидзе построен в 1932, закрыт в 2007 Завод Станкомаш в Челябинск построен в 1935, закрыт в 2009 Рязанский станкостроительный завод построен в 1949, закрыт в 2008 Кронштадтский морской завод построен в 1858, закрыт в 2005. Завод «Кузбасс-элемент» построен в 1942, закрыт в 2008. Иркутский завод радиоприемников построен в 1945, закрыт в 2007. Завод точного литья «Центролит» Липецк построен в 1963, закрыт в 2009. Хворский завод «Биохим» Хабаровский край построен в 1982, закрыт в 1997. Томский приборный завод построен в 1961, закрыт в 2007. Завод «Севинит» Красноярск построен в 1970, закрыт в 2004. Красноярский завод «Телевизор» построен в 1952, закрыт в 2003. Завод «Динамо» Москва построен в 1897, закрыт в 2009. Я уже устал. Орловский завод управляющих вычислительных машин имени Руднева построен в 1968, закрыт в 2006. Оренбургский аппаратный завод построен в 1943, закрыт в 2009. Хабаровский завод «Евго» построен в 2000, закрыт в 2009. Ульяновский радиоламповый завод построен в 1959, закрыт в 2003. Завод «Казицкого» Санкт-Петербург построен в 1893, сейчас в Коме. Завод «Сибэлектросталь» Красноярск построен в 1952, закрыт в 2008. Оренбургский комбинат шелковых тканей, Оренбургский текстиль построен в 1972, закрыт в 2004. Барышевская фабрика имени Гладышева, Ульяновская область построен в 1825, закрыт в 2005. Льнообъединение имени Зворыкина, Кострома построен в 1939, закрыт в 2011. Камышинский хлопчатобумажный комбинат имени Косыгина, Волгоградская область построен в 1955 году, сейчас в Коме. Трегорная мануфактура «Москва» построен в 1799 году, сейчас в Коме. Дальневосточный радиозавод «Камсамульс на море» построен в 1993, закрыт в 2009. Велозавод «Ешкар-Ала» построен в 1950, закрыт в 2006. Велозавод «Нижний Новгород» построен в 1940, закрыт в 2007. Пермский велозавод построен в 1939, закрыт в 2006. Пролетарский завод «Санкт-Петербург» построен в 1826, сейчас в Коме. Балтийский завод построен в 1856, закрыт в 2011. Завод «Сибтяжмаш» Красноярск построен в 1941, закрыт в 2011. Завод «Химпром» «Волгоград» построен в 1931-м, закрыт в 2010-м. Иркутский завод «Карданных валов» построен в 1974-м, закрыт в 2004-м. Чайковский завод «Точное машиностроение» «Первский край» построен в 1978-м, закрыт в 1998-м. Завод «Ишмаш» «Ижеск» построен в 1807-м, закрыт в 2012-м. И еще около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с оккупантами. С путинскими оккупантами, заметим, практически все указанные выше предприятия были закрыты Путиным. Его олигархия уничтожает промышленный потенциал России. Не развивает, а уничтожает. Кто говорит о каких-то успехах путинского режима, тот нагло лжет. И вы должны ему это прямо сказать. Вот перечень погибших предприятий, крупнейших предприятий, которые имели перспективу, имели научную базу, имели рынок сбыта, спрос имели. И все это уничтожено в одночасье, можно сказать, в течение одного десятилетия негодяям, подлецом, изменникам Путиным. В России жизни нет. Смертность в России только от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни системы кровообращения превышает 1,4 миллиона человек ежегодно. Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. А у русских ситуация еще значительно хуже. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза. Вот для русского народа это и есть правило. В России только официально зарегистрировано, ну вот по тем публикациям, которые мы видим, официальные цифры, разумеется, скрываются. Алкоголиков свыше 4,5 миллионов, наркоманов более 8,9 миллионов, психически больных почти миллион, больных туберкулезом почти миллион, ВИЧ-инфицированных более 2 миллионов. Зато Россия занимает первое место в мире по уровню умышленных убийств, по числу курящих детей и подростков, по числу взяток при поступлении в ВУЗы, по темпам роста табакокурения, по аварийности на дорогах, по смертности от самоубийств среди подростков, 15-19 лет, по абсолютной величине убыли населения, по количеству самоубийств среди пожилых людей, по числу разводов и количеству детей, рожденных в нем брака, по числу детей, брошенных родителями, по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, о чем уже сказано было, по числу пациентов с заболеваниями психики, по объемам торговли людьми, по количеству абортов материнской смертности, по объему потребления героина, 21% от мирового производства, по потреблению спирта и спиртосодирающей продукции, по продажам крепкого алкоголя, по темпам прироста ВИЧ-инфицированных, по количеству авиакатастроф в 13 раз больше среднемирового уровня, по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами, ну и по числу непреследуемых преступников, по количеству ДТП. Россия потребляет более 20% всего героина, производимого в мире, объем потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, что оценивается около 36 миллиардов долларов. То есть нынешняя правящая группировка связана с наркомафией и является ее частью. Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов на первых двух Афганистан и Иран. Дети и молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов. Каждый день в России около 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков. По-прежнему власть что курирует, то и грабит. Новосибирского ОФСБ разоблачила замруководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифулина. 43-летний чиновник удивил своей наглостью и любовью к роскоши, и самих чекистов, которые не прочь тоже поживиться в этом плане, и работников следственного управления. Мужчина задержали по подозрению в получении взятки. Первый транш, новая иномарка Порше Каен, была передана Гарифулину несколько месяцев назад и оформлена на его супругу. Они обычно так и действуют, поэтому и нужна ответственность семьи в целом, а не только отдельного человека. Это была плата за выигранный конкурс. Ведомство занимается формированием и хранением запасов для населения на случай чрезвычайных ситуаций. То есть госрезерв на случай войны, и тут ворюга сидит, опять путинский ворюга поставлен. Кто его туда поставил? Вы считаете, это без Путина эти назначения обходятся? Если он о них не знает, и он не понимает, кого назначают, ну кто он тогда такой? Просто тогда тунеядец. Либо тунеядец, либо просто прямой изменник. Я думаю, что последнее. Погорел Гарифулин на поставке рельс и шпал. В железной дороге должен быть резерв, способный быстро заменить утраченные части в случае стихийного бедствия или войны. И конкурс на поставку оборудования был сформирован так, чтобы выиграть его могла только одна фирма. В итоге, кроме фирмы «Ленпромтранспроект» никто заявку не подал. Договор купли-продажи был заключен с единственным участником конкурса в размере 80 миллионов рублей. Пусть и что-то так. Даритель Станислав Кабанячий, ну вот Кабанячий прямо фамилия как раз такая в духе Салтыкова Щедрина. Он тоже задержан, возбуждено дело по статье «Дача взятки в особенно крупном размере». И ему светит срок 12 лет колонии. Ну думаю, что отпустят, помурыжат, помурыжат. Они поделятся, оба эти два негодяя и другие негодяи, которые задержали их как раз с целью, чтобы тоже поживиться на свою долю, что-то получить. И отпустят, отпустят. Так обычно и происходит. У топ-менеджера оказалось две квартиры, одна подарена дочке-студентке, таунхаус с площадью 300 квадратных метров, огромный гараж, два Камаза, Лэнд Крузер, Порше Панамера, Порше Каен, Рейндж Ровер Спорт, Фольксваген Мультивэн, Фольксваген Фаэтон. Ну такой большой любитель автомобилей. Одного ремонта в коттедже сделано на 20 миллионов рублей, а коммуналка съедала всю официальную зарплату топ-менеджера. Еще Гайфуллин полал страстью к охоте, дома у него нашли целую коллекцию дорогих ружей. Средняя стоимость одного экземпляра полмиллиона рублей, как вам нравится. Не жалел даже редких животных, мог себе позволить арендовать вертолет, а это 110 тысяч рублей в час, и полететь на охоту в горы, где водятся краснокнижные архары. Ну и скандал с главой Владивостока, кто его туда поставил, ну прямо мэр крупнейшего, одного из крупнейших городов России, обошелся без Путина, без его шайки. Ну конечно там все было очень непросто. ФСБ включилось в эту работу по поимке ворюги. Вот он арестован, мэр Владивостока, Игорь Пушкарев. Его доход от незаконной деятельности составил более 160 миллионов рублей. В отношении него и других лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, злоупотребления, должностным положением, должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия и коммерческий подкуп. Пушкарев задержан и это первым в Москву. Об этом все средства массовой информации сообщили. Но не сообщили интересных обстоятельств, которые мне стали известны. На самом деле этого человека сажали в это кресло для того, чтобы он отбил свое. То есть сначала ему предложили за свой счет строить, он понастроил там. Бетона невероятное количество потратил, оплатив из своего кармана. Ну а дальше просто стал отбивать то, что он считал своим. Ну и его ждали, когда он этим начнет заниматься. Чтобы с ним не расплачиваться, а самим кормиться у корыта. Вот подключили ФСБ. ФСБ свою работу делает именно в таком ключе. То есть не борется с преступностью, а борется за доходы ныне правящей группировки. И соучаствует в этих доходах. Вот это, конечно, отвратительно, это мерзость. Но тем не менее, в общем, мэру Игоря Пушкареву по делам. По делам, правда, будет и арест, и расследование деятельности тех, кто его, как говорится, подставил. Но подставил того, кто готов был подставиться. Который считал, что есть круговая порука, что в этой среде есть некие свои понятия, правила. И вот по этим понятиям якобы его не должны были тронуть. А нет. Теперь все хищники начали грызть друг другу глотки. И господин Пушкарев просто не понял, что началась новая эпоха. Эпоха нового передела, когда у менее мощных административно отнимают то, что они якобы заработали. Ну, то есть украли. Одни воры у других воруют то, что украдено у народа. Что те воры, что эти. Нам, в общем-то, разницы нет. Ну, есть хотя бы одно удовлетворение, что некоторые воры все-таки попадают в тюрьму. Или, по крайней мере, в неприятное положение. Пушкарев избран мэром в мае 2008 года. Уже довольно давно. А до этого на протяжении четырех лет был членом Совета Федерации. Тоже его туда кто-то пристраивал. Совет Федерации такое место непростое. Туда без согласования с Кремлем никого не назначают. Вот он там представлял Приморский край. Как он представлял, можно себе представить. По информации, он подозревается в незаконном использовании бюджетных средств, а также в лоббировании интересов бизнес-структурных. Официальный представитель Следственного комитета сообщил, что наряду с Пушкаревым задержан глава предприятия «Дороги Владивостока». По версии следствия, в 2009-2014 годах, то есть тоже так пятилетку целую проработал Пушкарев, и организовал покупку фирмы «Дороги Владивостока» большого количества стройматериалов у группы компаний «Востокцемент». «Востокцемент» стройматериалов приобретались по завышенным ценам, за что Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей. Кроме того, в 2012-2014 годах Пушкарев передал не менее 1,4 миллиона рублей своему подельнику за то, чтобы тот обеспечивал приобретение стройматериалов у входящих в «Востокцемент» компаний. Это было сделано для того, чтобы исполнить муниципальные контракты по ремонту и содержанию «Дорог Владивостока». Вот такие люди. Ну, вот они иногда уходят вот так в тюрьму, потом там безвестно кончают свою жизнь, или безрадостно, по крайней мере. Но не все. Кто может расплатиться, откупиться, тот откупается, и выходит, либо тихо живет, либо как Сердюкова возвращают на высокие должности, как ни в чем не бывало, ворюгу, изменника возвращают. Может быть, и этого вернут, еще не все для него потеряно. Но некоторые из них уходят из жизни вот так. Тоже новость не совсем свежая, но к месту будет ее упомянуть. Вот так из жизни ушел тихо и незаметно Михаил Лесин, бывший министр печати России, такой вот маленький еврейчик, ходивший, задрав нос, и строивший из себя какого-то там интеллектуала. И скончался он в номере отеля в Вашингтоне, где нашли его тело. В ноябре прошлого года это произошло. Был он также еще экс-главой Газпром-Медиа, такие вот совмещения или переходы с поста министра на коммерческую должность и обратно. То есть все они вот так переженились. И свою выгоду, выгоду своей группировки они никогда не упускали. Ну вот Михаил Лесин так вот бесславно, кто-то его, извините, кокнул там в этой гостинице. На теле обнаружили признаки тупой травмы шеи, туловище, рук и ног, которые, по словам источника, были результатом некой ссоры, прошедшей до того, как он вернулся в номер в той же ноябрьской ночью, когда он и умер. Ну то есть поколотили его, он добрался до своего номера, и там и скончался. Нью-Йорк Таймс также отметила, что власти, хотя и не говорят о совершении преступления, определенно больше не считают, что смерть Лесина была вызвана естественными причинами. Или вот другой, другой деятель, Владимир Рыбкин возглавлял гухран с 2002 года. В июле 2013 года был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. По данным интерфакции, тело 68-летнего Рыбкина обнаружили возле дома, где он жил на Зубовском бульваре в Москве. О смерти сообщил телеканал LifeNews со ссылкой на источник. Он лежал на асфальте у дома на Зубовском бульваре с травмами, характерными для падения с высоты. У пожилого мужчины при себе был только паспорт, сказал собеседник канала. Как уточнил источник, в последнее время у Рыбкина развивалась депрессия из-за заболевания. Я думаю, поэтому его и сбросили с этого балкона, наверное, куда он вышел с кем-нибудь покурить. Ну, а представили дело так, что вот он решил покончить с собой, прыгнул рыбкой, наверное, вот так в 68 лет, в общем-то, не имея никаких особых проблем. Ну, какие-то заболевания, какие заболевания, о чем речь? Когда заболевания, тогда лечится. Вот так они уходят из жизни. Ну, а глобальное предательство продолжается. Вот все эти предатели, которые так вот безрадостно, я пожелаю всем им кончить жизнь вот так, либо когда тюкнут по башке чем-нибудь, либо сбросят с балкона. А глобальное предательство продолжается. Не менее 150 тысяч китайских компаний в ближайшие годы выйдут на российский рынок. Так объявил уполномоченный, есть такая должность, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Узнаю этого человека как искреннего мерзавца, который выступает за наполнение России гастарбайтерами, который выступает за наполнение России гастарбайтерами. Мне довелось участвовать в одной телепередаче, наверное, одна из последних, куда меня приглашали. И там вот этот Титов рассказывал, как будет замечательно, что мы вообще без гастарбайтеров не обойдемся, нам надо половину Азии переселить сюда. И вот сейчас объявил 150 тысяч китайских компаний. Представляете себе численность, если даже по 5 человек в компании, это просто какой-то потоп миграционный. Проблемы, возможности инвесторов из Поднебесной собирались обсудить на форуме «Россия и Китай», они еще будут это обсуждать, который должен был пройти в Сочи в конце мая. Не знаю, прошел ли он, это уже история умалчивает, нас интересует вот эта ситуация. В мероприятии собирались принимать участие 800 предпринимателей из России, Китая, и будут представлены 40 российских регионов, не менее 150 тысяч. То есть на самом деле Титов выступает организатором, он не противодействует, он хочет, чтобы китайцы заселили Россию. Вот такие у нас защитники прав предпринимателей, прав китайских предпринимателей, как я понимаю, вовсе не российских. И вот он отметил, что малый и средний бизнес по своей природе, самый социальный, их контакт чрезвычайно способствует развитию народной демократии. Какая народная демократия в предпринимательстве? По его словам, росту числа таких контактов должен способствовать онлайн-площадка для стыковки российских и китайских компаний, которую собираются представить на форуме. С его помощью бизнесмены обеих стран могут найти в соседней стране новых поставщиков, контрагентов, партнеров и инвесторов, утопить Россию в китайских товарах, в китайском бизнесе. В обсуждении проблемы перспектив российско-китайского малого и среднего предпринимательства примут участие также представители органов государственной власти обеих стран. А у нас все курирует, ну вот этот Пипин Короткий, Аркадий Дворкович, недоросток, недомерок и недоумок. Такие люди ставятся Путиным на должности, вот он заместитель председателя правительства РФ, Дворкович, вот такой, который его щелчком пальца, наверное, можно отправить в нокаут. На рассмотрение китайских инвесторов должны были представить проекты в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтепромышленности, станкостроительные отрасли, производство запчастей для автомобилей, электроники, также программа форума, презентация российских и китайских регионов, отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства, встречи, переговоры предпринимателей, представителей органов власти двух стран, тематические секции, круглые столы. Организуют затопление России китайцами. Готовьтесь, готовьтесь. В особенности восточные регионы. Там уже их немало, и этих фирм немало. Скоро останутся на Дальнем Востоке и в Сибири одни китайцы. К этому нас готовят Путин, Дворкович, Титов и прочая сволочь, которая, конечно, место как минимум в тюрьме. Это как минимум. А лучше бы вот как Лесин там, или Рыбкин, который рыбкой спрыгнул с балкона. Вот такая участь, конечно, для них была бы лучше, чем сидеть, мучиться всю жизнь в тюрьме. Зачем это все? А вот где масштабы воровства по-путински украли без малого триллион. Из приблизительно 840 миллиардов рублей, направленных в 2015 году на докапитализацию банковской системы, подарок был. Лишь 24% было зафиксировано в капиталах коммерческих банков, доведенных до уровня достаточности. Об этом сообщил глава контрольного органа Татьяна Голикова, наслушник Госдуме. Ну, она сообщила, какие выводы. Это же была целенаправленная деятельность. Это же не просто, знаете, так ошиблись или не проконтролировали. Около 630 миллиардов рублей были использованы нецелевым образом, с высокой долей вероятности в игре в валютных рынках, что увеличило инфляцию. То есть они вложились в валюту, а мы с вами стали беднее на тот процент, на который увеличилась стоимость доллара и евро и в целом иностранной валюты. А эти обогатились, то есть банки обогатились, государство им предоставило без малого триллиона рублей для того, чтобы они обогатили. А сейчас всплеснули руками, сказали, ах, как-то нехорошо получилось. Уже в первом квартале 2016 года произошло снижение капитала у 19 банков. Их собственный капитал не волнует, потому что он является разве что гарантией для пользователей банков. Ну а они вместо того, чтобы заниматься этим, заниматься вот этими гарантиями и эффективным вложением денег, они занимаются обуванием всего российского предпринимательства, ау, где вот этот господин Титов, его просто рядом нет, и обуванием граждан. То есть все, кто пользуется банками, а банками мы пользуемся вынужденно, вынужденно, а в особенности предпринимательское сословие, они тем самым просто уничтожают Россию. Это решение, я не сомневаюсь, это было решение Путина по формированию новых частных капиталов, даже не банковского капитала, а просто частных достояния. Это даже уже не капитал, это просто частное богатство. Личное, даже не частное, а личное богатство. Просто прямое воровство. Вот триллион получился передан в пользование жуликов, частных жуликов, преследующих частные интересы, даже не интересы банковского сектора. Поэтому в банковском секторе ничего не изменилось. Гарантии вкладов, гарантии стабильности работы банков, гарантии финансирования, кредитования, реальной экономики отсутствуют полностью, полностью. Все. Путин закрыл эту тему, закрыл предпринимательство в России. Не нужно только олигархи. Олигархи это не предприниматели. Олигархи это просто варье и изменники, которые сидят на деньгах, просто обворовывают страну. Мы трудимся, они присваивают результаты нашего труда. Другого варианта управления Путин просто не знает. Он же рожден в СССР, там КПСС тоже тем же занималась, но все-таки что-то отчехляли и народу. А сейчас зачем? Пусть он сдохнет этот народ, но не нужен он. Завет Тэтчер, что здесь достаточно 50 миллионов, они будут обслуживать трубы, будут работать как рабы, наравне с гастарбайтерами. Русских уже не должно быть. Вот это и есть проект Путина. Проект Путина и проект Тэтчер это одно и то же. Уничтожение России и русских. Московское варье. Немножко более чем неделю назад внезапно стало известно о публичных слушаниях о схеме теплоснабжения Москвы до 2030 года. Организуется варье. Проект огромный. Он состоит из 58 томов, можете себе представить. И вот за неделю предлагаются общественники, идите изучайте. Если у вас есть предложения, то мы их с удовольствием выслушаем и забудем. Связано это и с земельным вопросом, и с ростом оплаты за отопление. Это будет, не сомневайтесь. Ожидалось, что будут публичные слушания по районам. Нет, ни в коем случае. Зачем? Надо сразу на 15-миллионный город всех приглашать в одно и то же место. Ну, естественно, не допустить. 1 июня должно было быть это слушание. На ознакомление с огромным проектом давалось всего 6 дней. Итог в единственном месте в Москве. То есть 6 дней 10 тысяч человек должны были листать один и тот же том. Видимо так. Приехавшие туда граждане обнаружили, что жители могут увидеть не весь проект, как это установлено законом, а только его небольшую часть. Один том и приложение к нему. Вот как варьё готовит с нас обувать. Ну, как и вся система ЖКХ Москвы. И я думаю, в других городах тоже просто про ЖКХ Москвы я знаю достоверно, по многим параметрам, что идет сплошное и тотальное воровство. Вот здесь мы как бы иллюстрируем в целом состояние ЖКХ по московской системе. Вот как они собираются нам повышать уровень оплаты за отопление. Они собираются просто над нами издеваться. Проект сделан непрофильной организацией. Основной задачей разработчиков проекта была легализация дальнейшей тотальной застройки Москвы. Для этого разработчики существенно занизили количество людей, которые пользуются системами отопления в Москве. В качестве потребителей топлива и электроэнергии, необходимой для выработки топливной энергии, тепловой энергии. Разработчики проекта учли только людей, постоянно зарегистрированных в Москве. 12,2 миллиона человек. Ну реально там под 20 миллионов, я думаю. А занижение намеренное, конечно. Про тех, кто живет в Москве на основании временной регистрации, и тех, кто каждый день приезжает в Москву на работу, они просто забыли. А еще около 5 миллионов человек, которые пользуются и тепловой и электрической энергией в нашем городе. Вероятно, количество пользователей тепловой и электрической энергии в Москве занижено в проекте на 30%. Для того, чтобы заявить о якобы имеющейся избыточной выработке энергии, чтобы дать Собянину повод согласовать десятки миллионов квадратных метров высотного коммерческого жилья и узаконить самострой. Также проект предполагает огромный объем избыточных коммуникаций. Проект предполагает строительство огромного количества сетей для перекачивания на большие расстояния горячей воды вместо строительства мини-котельных рядом с домами, как это делают во всех других странах, которые считают деньги, по крайней мере, считают те деньги, которые должны поступать из бюджета. Результат подобного строительства чудовищен и в экологическом, и в правом, и в финансовом плане. Так вот, пишет один из наблюдателей, специалистов. Я, к сожалению, во всем этом деле поучаствовать не могу, но, видимо, нам грозит и здесь муниципальная катастрофа. Переселить в Москву собираются всю страну. Я уже говорил об этом. Не случайно прирезали огромную территорию Подмосковья совершенно без всякого смысла и без всякого согласования. Что с москвичами, что с жителями Подмосковья, что с Конституцией, которая не позволяет изменять границы регионов России без референдума. Референдум должен был быть в Москве и в Московской области, если захотели изменить. Они не проводили никакого референдума, просто прирезали и теперь хотят сплошняком застроить эти территории, переселить в Москву еще миллионов 10-15. Таким образом, это как раз сочетается с планами заселения Сибири и Дальнего Востока китайцами. Я думаю, что это спланировано все и это реализация одного и того же плана. Господин Титов при президенте, который якобы защищает предпринимателей, занимается заселением Сибири и Дальнего Востока китайцами, а Собянин здесь создает места для создания таких трущоб для русских и других народов, переселяющихся из Сибири и Дальнего Востока. Если они не хотят там вымереть и превратиться в репрессированное этническое меньшинство, тогда они переселятся сюда, в Москву и здесь сдохнут. Для них это, собственно, и готовится. Вот их инициатива. Они же хотят, чтобы Россия вымирала быстрее. Поэтому они не хотят спасать семьи, которые настигла бедность, а хотят сразу сажать в тюрьму. Сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Балтенко считает, что неработающие без уважительных причин родители должны нести уголовное или административное наказание. То есть потерял работу, значит административное или уголовное наказание. Ну как это понять? У нас просто в России работы нет. Ну нет работы, которая позволила бы просто прокормить семью. Нет такой работы. И вот эта полоумная Надежда Балтенко, предлагаю запомнить это имя, предлагает внести соответствующие поправки в российское законодательство, в частности в Кодекс по административным правонарушениям и в уголовный кодекс. Смысл данного предложения Балтенко, которое она озвучила на пленарном заседании Совета Федерации, заключается в том, что отказываясь от получения дохода, родители тем самым отказывают своим детям в создании полноценных условий для развития. А я-то думал, что все происходит совсем по-другому. Я думаю, так и остальные думают. Все по-другому происходит. Этим семьям отказывают в достаточных доходах для того, чтобы дети полноценно росли в семье, были обеспечены всем необходимым. Ничего этого государство не делает и не собирается делать. И хочет возложить все тяготы кризиса лично на людей, еще встращает их административным и уголовным кодексом. Да вас самих надо судить. Мадам Болтенко и ей подобных просто надо сажать в тюрьму за одни уже подобные предложения. То есть это посягательство на социальные, политические, экономические права граждан, посягательство на Конституцию. Само публичное высказывание, да еще в органе государственной власти, на пленарном заседании, это преступление. Это преступление. Я думаю, что вот эта вот депутатша Болтенко, не знаю, никого она, естественно, не представляет, ни одного избирателя, положено посадить в тюрьму. Русская власть таких людей будет сажать в тюрьму. Я говорил про то, что в Москве прошла книжная ярмарка на Красной площади, может еще проходит, но ходить туда смысла нет, потому что это не книги, это просто выставка. Выставка, там не ждут читателя, там ждут пиар-акции для людей, которые выходят из Кремлевских зубцов или там проходят переулок из администрации президента, приходят. Ну а в Москве началась тоже замечательная акция, продолжается эта акция, в рамках которой библиотеки города раздают бесплатно всем желающим книги, то есть библиотеки ликвидируются. Цель масштабной акции якобы инвентаризация, которая позволит освободить библиотечные фонды от избыточных изданий и даст возможность их обновить. Чем обновить? Вот той помойкой, которую выпускают подавляющее большинство издательств, вот этим они будут обновлять, но это уже не библиотеки. В день один человек может получить до 10 экземпляров, ну неплохо, да, прийти, неплохо, да, я думаю, под это дело спишут столько литературы, вообще все достойное, можно под этим соусом списать. Библиотеки Москвы начали раздавать книги, еще в конце апреля, к мае в резерве изданий, предназначенных для населения, осталось чуть более 10 тысяч экземпляров, и их количество постепенно снижается. То есть ура, мы узнали о том, что библиотеки планным образом разграблены только сейчас. Выбрав понравившиеся книги, вы можете забронировать их, связавшись с сотрудниками библиотек по указанным в списке номерам, телефоном, вот броня на книжные издания, действительно, в течение трех рабочих дней, ну полный идиотизм, еще и обслуживание устроили с этим. Просто Собянин, это какой-то человек, ну просто сумасшедший. Я еще хотел бы вернуться к вопросу о национальных проблемах, и тоже, ну не очень свежее это высказывание, но мне кажется, что надо его зафиксировать, надо это запомнить. Возвращение в паспорт графы национальность не приведет к позитивным изменениям, заявил в эфире Русской службы новостей руководитель Федерального агентства по делам национальности, полный бездарь, совершенный профан в том деле, которым он занимается, назначенный на должность главы соответствующего федерального агентства, Игорь Баринов, бывший работник спецслужб, которого я лично запомнил по одной фразе, когда он, отчитываясь перед Путиным, прямо вот перед телекранами, сказал, когда он впервые попал в Думу, внедрение состоялось успешно. Ну вот этого придурка, этого идиота поставили руководить так называемой национальной политикой, на самом деле организацией межнациональных конфликтов. Вот этим они и занимаются. Ну, Игорь Баринов по дурости, а его начальники целенаправленно. Я пока не уверен в том, что это, возвращение графы на национальность, приведет к каким-то позитивным изменениям. Во всем же должна быть какая-то логика, для чего это делается, заявил Баринов. Ну, он ничего не понимает в этом вопросе, поэтому никакой логики у него нет, и в его голове сложиться просто не может. Он всегда занимался другим делом. Другим делом. Ну, военным делом он занимался. Военным делом. Ну и занимался бы дальше своим военным делом. Может быть, в этом деле бы он бы и преуспел. Но здесь, какое он имеет отношение к вопросам формирования нации? Да ровным счетом никакого. И вот он рассказал, что некоторые его подчиненные тоже обращались к нему с аналогичной идеей. Баринов пояснил, что его коллеги отмечали, что это может помочь улучшить результаты статистического учета в качестве одного из аргументов. Называли возможность всегда знать, какие народы проживают в стране без проведения переписи. Также он заметил, что не поддержит идею прописать в Конституции, что русские титульные нации государства. Ну, понятно. Враг России и русских. Игорь Баринов, возглавляющий ныне Федеральное агентство по делам национальности. Запомните, Игорь Баринов – враг России и русского народа. А между тем, более 44 тысяч человек проголосовали за петицию против присвоения мосту в Красносельском районе Петербурга имени так называемого первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. А сейчас уже больше 60 тысяч и сбор подписей продолжается. Люди впервые в Санкт-Петербурге и в других городах возбудились. Вот как-то название именем Кадырова улицы в Москве привело к незначительным волнениям, когда русские националисты там пытались заниматься раскадыриванием, снимать эти вывески, пытались установить там обелиск памяти Буданова вместо Кадырова. Ну и их просто всех, кого задержали, кого арестовали, кого разогнали. И тишина. А сейчас вот какой-то шум поднялся и памятник президенту предложили установить еще к тому же в Нижнем Новгороде областное общественно-патриотическое движение общественно-патриотическое с ума сойти «Память Победы». Об этом заявил 1 июня в эфире программы «Говорит город» на ННА радио сопредседателя Нижегородского областного общественно-патриотического движения «Память Победы» Владимир Лысяк. Запомним. Нижний Новгород, Лысяк. И запомним, кто у нас там в Санкт-Петербурге Полтавченко заправляет, который прикидывался патриотом, чуть ли не монархистом, националистом, но на самом деле тоже враг русского народа, который собирается увековечить памятник убийце, памятник другого врага русского народа, у которого руки по локоть в крови, вот в качестве переименования в Санкт-Петербурге. В Москве, разумеется, Лужков, Собянин тоже стопроцентные враги русского народа, нет сомнений. Поэтому и существует масса названий улиц террористов, большевистского извода, и вот улица Кадырова. В Москве существует, в Санкт-Петербурге будет, я не сомневаюсь, будет, несмотря на протесты граждан, многотысячные подписи, которые под петицией появятся. Скорее повод для того, чтобы переименовать тех людей, которые это собираются делать, в заключенных, просто посадить в тюрьму за провокации, за возбуждение межнациональной розни, то есть возбуждение ненависти русских людей к чеченцам, которых якобы представляет Ахмат Кадыров, ну и Рамзан Кадыров тоже представляет. Вот возбуждение ненависти в этом как раз и состоит, в попытках просто осквернить память русских солдат, воевавших в Чечне. Вот этим занимаются санкт-петербургские власти и вот некое общественно-патриотическое движение Владимир Лысяк. Запомните, найдите ему, дайте ему пощечину за теми мерзостей, которые он говорит там на радио в Нижнем Новгороде. Вот замечательные кремлевские монархисты возникли, я тут случайно увидел, вот есть такой директор направления молодые профессионалы агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, он на радио Комсомольской правды, такое радио есть, не знаю, слушает его кто-то, объявил, мы хотим восстановить Россию времен Николая II, это наш идеал, чтобы к 35-му году, почему к 35-му году, наша страна скорее напоминала, я бы сказал, с точки зрения исторических аналогий, скорее Россию конца 19-го века, какие замечательные слова, я бы хотел, чтобы она завтра уже или сейчас уже напоминала, и в прошлом бы напоминала, ну, вот когда такие люди есть, вот эти обслуживающие нынешний режим, они уже анархистами себя объявляют, они вот уже считают, что Россия должна напоминать Российскую империю конца 19-го века, это одно из самых прекрасных времен со всякими большими социальными катаклизмами, сложностями со всем остальным, но это время, когда, что называется, крепостное право отменилось, отменилось, да, его отменили вообще-то, известно, кто отменил, когда у нас золотой век литературы, когда стремительно растущая экономика, когда рубль сильный, когда мы конкурентоспособны в мире, когда у нас сильная наука, когда есть чем гордиться, это действительно хороший образ, для вас образ, а для нас это исторический урок, для нас это исторический урок как надо, а сейчас исторический урок для нас, мы его проходим как не надо, нынешняя эрефия прямо противоположна тому, что было в Российской империи, прямо противоположна, образы Российской империи это прямое отрицание всего того, что делает Путин, и вот этот гражданин, который при Путине, теперь, видимо, будет монархистом После Жириновского Вот этот деятель говорит Президент помогает и дает оценку И мы с ним откровенно обсуждаем Те задачи, которые перед нами ставятся И у нас есть подлик для хорошего, качественного Открытого обсуждения Тех самых острых вопросов, которые он перед нами ставит Оказывается, Путин уже монархист Он еще ссылается, что он общается с Кудриным С Грефом, обсуждая с Алексеем Владимировичем Кудриным Он говорит, он Кудрин говорит Только о запросе на масштабирование наших результатов А не о том, что надо или не надо Уже Кудрин монархист, уже Греф монархист Ужас прямо какой-то Я думаю, что стоит вспомнить И что у нас Жириновский с некоторых пор Стал курировать монархическую идею И стал высказываться в пользу монархии Владимир Жириновский предлагает активизироваться Сторонником Царской России Лидер партии ЛДПР считает, что наша страна Должна вернуться к монархии, но с ограниченным сроком правления Он уверен, что россияне должны выбрать царя или императора на 10 лет По его мнению, это своеобразный вариант демократии А вот что он говорил несколько лет назад Ну какая монархия, может быть, сейчас прошло 100 лет Ну зачем? Кого объединит? Православный царь Когда население Это росло в атеистическом Таком угаре Потом что дает монархия? Еще одна бюрократическая ступень Еще огромные расходы Слежание монархического двора Это никакой монархии не надо Полномочия есть И у главы государства Больше, чем у царя Всего ни один монарх не обладает теми полномочиями Которые есть у главы российского государства Да что он будет делать? Балы устраивать? Пожалуйста Поэтому совершенно все это исключено Поэтому ни в коем случае Никакой монархии Люди переходят все к парламентским республикам А мы все дальше в дебре А теперь он говорит следующее Я за имперский формат развития страны Не обязательно наследственная монархия Действующий президент Или другой какой-то избранный Но в общем русском национальном соборе Может быть избран императором Всеруси Или верховным правителем Ну и что же это за монархисты? Это люди, которые профанируют идею И это политтехнология Кремля Изгадили уже все Они создали управляемый русский национализм Урна называется так Внедрили агентуру в русское движение Которое все изгадило, все истоптало Заплевало, запугало граждан национализмом И сбежало, можно сказать Сейчас все, эти люди рассосались Где-то разбежались по щелям Кого-то по простоте душевной Их забрали, посадили в тюрьму Ну это судьба всех этих сексотов Предателей, иуд Которые обслуживали Кремль Все, русский национализм в тяжелом состоянии Нам приходится отмывать его От той грязи, которую закидали Агенты Кремля Агенты Путина Образ русского националиста Пытаемся это делать И будем делать, будем продолжать Теперь вот поняли, что монархическая идея Стала привлекать людей Что все больше людей самоопределяются Как монархисты Интерес к Российской империи Все больше, все глубже, все дальше Ну что ж, тогда надо Для того, чтобы опошлить любую идею Надо поставить Жириновского И Жириновский занимается вот этими мерзостями К ним приставлен еще вот этот молодой человек Как там его еще раз Агентство стратегических инициатив Дмитрий Песков Вот таких тоже Подонков на недействующей власти Для того, чтобы он тоже чего-нибудь там изгадил Пока он ничего такого дурного не сказал Ну то, что он общается по поводу монархизма С Путиным, с Кудриным, с Грефом Говорит о том, что за монархизм они готовят Они же считают Монархия Это Путин вечный президент пожизненный Еще, чтобы он назначил своего преемника Который тоже был бы пожизненный Они же об этом А вот такой Якобы это модель принципата Римской империи Да не было там такой модели То, что есть сейчас Это просто абсурд Это группа паразитов Которая присосалась к нашей стране И теперь их будут считать Монархической средой Они монархисты Да ничего подобного Мы их как считали Так и будем считать Изменниками и варьем Ну а русским монархистам Пора объединяться Пора объединяться Есть такая довольно странная Монархическая партия С такими весьма амбициозными И в то же время Шутливо несерьезными проектами Надо создавать Русское монархическое движение Причем не из тех Монархических группировок Которые в 90-м году Все между собой Расплевались Обругались Все считают Все лидеры этих организаций Считают себя чуть ли не мессиями Прямо святыми Которых на завтра После смерти Наверное прославят Это совершенно не нужно Нужны люди Которые верны Монархической идее И здравым компонентам Этой идеи Потому что Набираешь 10 тезисов Из 10 тезисов Вот эти все Так называемые Старые монархисты Готовы опровергнуть Хотя бы один Но с такой интенсивностью Что рядом с нами не сядут Вот я считаю Что есть 10 тезисов Мы как-нибудь их огласим И это обсудим Более подробно Которые Дают понимание того Что такое Монархизм Что такое Приверженность Русской монархии Русской монархии Не космополитической Упаси Боже Таких монархий не существует Это тогда путинизм А именно русской монархии Мы эти тезисы огласим И предложим Провести съезд Учредительный съезд Или Учредительную конференцию Что будет правильнее Монархического движения России Где-нибудь в сентябре Желательно сразу после выборов Которые будут опять профанированы И на этой конференции Надо будет в том числе Принять Декларацию Закрепляющую определенные пункты Что такое монархизм Что такое Декларация монархического движения И принять еще Объявление о том Что выборы Являются Нелегитимными Никакого народного Предстоительства На этих выборах Не сформировано А власть Должна быть сменена И путь к монархии Лежит через Национальную диктатуру Русская национальная диктатура Должна вычистить Авгиевые конюшни И дать возможность народу Увидеть свою собственную историю Без всяких шор Без розовых очков Без лжи и клеветы Коммунистической Либералистической Путинистической Увидеть эту историю И увидеть величие Русской истории Величие Русской империи И тогда народ захочет Захочет Жить в великой стране В великой монархии А только монархии Создают великие цивилизации Так было в истории И так, надеюсь В русской истории Снова будет